Привет, девчата! С вами я, Виталий Ерофеев. И сегодня я предлагаю вашему вниманию тему, как познакомиться с серьезным мужчиной. Для того, чтобы познакомиться с серьезным мужчиной, безусловно, необходим серьезный подход. Именно грамотный подход. Итак, дорогие девчата, вот здесь, на этой площади, я подготовил небольшой экскизик. И здесь мы видим, с одной стороны, девчата, с этой стороны, парни. И стрелочками показываем, что они смотрят на этот кружочек, на эту цель. И на этой цели у нас имеются сектора, скажем, это походит очень на торт. Так вот, современная такая концепция взаимоотношений говорит о том, что надо ставить перед собой цель какую-то. И эту цель декларировать, чтобы партнер, ваш ожидаемый, увидел эту цель. И, соответственно, был готов эту цель для вас реализовать. Таким образом, и мужчины, и девушки находятся в одном игровом, скажем так, поле. Вот это поле чудес, скажем так. Оно так крутится, скажем так. Здесь указано, что кто-то цель видит в том, чтобы достичь материального благосостояния, хороший дом иметь, путешествовать, заниматься сексом, создать семью и тому подобное. Когда вы, девчата, идете по этому пути, ставите перед собой цель какую-то, и эту цель пытаетесь декларировать и искать под эту цель вашего партнера, знакомиться с мужчинами, которые способны эту цель вам помочь достичь, то, безусловно, в этой ситуации вы становитесь конкурентом для таких же мужчин, которые ставят перед собой такую же цель. Вы конкурируете с достижением одинаковых благ. Ну, как бы в начале знакомства вы говорите, да, у нас с тобой одинаковые цели, давай мы к этим целям будем стремиться. А в конечном итоге вы подходите к этой цели, и затем вы начинаете цель разделять. В результате мы имеем такую статистику, количество заключенных браков тысячи, а разводов 800, то есть примерно 20% удачных браков, да. Остальные браки распались после того, когда они, когда обнаружили одна из сторон, что ваши цели-то совпадают, но вы имеете конкуренцию при достижении этой цели. Эту модель, безусловно, она рабочая модель, вы можете ее пробовать, тратить на это время, силы свои, ресурсы. Я сейчас вам покажу другую модель, которая более эффективная и более рациональная, как бы разумная модель, как познакомиться с серьезным мужчиной и достичь результата. Я сменил площадочку, и сейчас покажу вам, как познакомиться с серьезным мужчиной грамотно. В первую очередь, девушка, девушка не ставит перед собой цель. Это не девичьи работы цель ставить. Цель ставит перед собой кто? Мужчина, парень перед собой цель ставит. Девушка цель не ставит. Девушка самодостаточна, независима. Она никакой цели перед собой не ставит. Это главное. Поэтому, как только вы себе перевернете это понимание, вот в эту ситуацию, перейдете это понимание, тогда перед вами раскроется потенциал, перспектива, увидите вы сразу. А перспектива следующая. Теперь вы ставите другой вопрос. Как самой стать целью для мужчины? Что делают серьезные мужчины? Серьезные мужчины находятся в мужской среде. Поэтому часто советуют девчатам, женщинам, давайте, девчата, продвигайтесь в те ситуации, в те события, в те мероприятия, в те коллективы, где доминируют мужчины. Действительно, надо попасть в мужскую среду. Но эту мужскую среду вам необходимо создать вокруг себя, сформировать вокруг себя. Для того, чтобы стать целью для мужчины, которого вы ожидаете. В соответствии с вашими представлениями, критериями, вашими задачами и тому подобное. Итак, вы должны стать вот такой целью для мужчины, в которой имеются вот эти все части, которые ему необходимо достичь. Понимаете? Смотрите, когда вы в окружении женщин находите, у вас много подружек, одноклассник, однокурсец бывших, вы общаетесь с ними, часто встречаетесь. Вы находитесь в женской среде. Вас в этой среде мужчина не видит. Вы становитесь невидимкой. Невидимкой. Поэтому вам необходимо переместиться в мужскую среду. Организовать, сформировать вокруг себя мужскую среду. Вот такого типа мужскую среду сформировать. Такую задачу женщине по плечу решить. Потому что ваша природная коммуникабельность, природная общительность, природная открытость поможет вам наладить общение, коммуникацию со многими мужчинами. Здесь мы себя не ограничиваем в контактах, в общении. Не ограничиваем. Мы не ставим себе какие-то критерии. Понимаете? Здесь главный критерий – общение с мужчиной. Чтобы на нем были, как говорится, штаны. И в этот круг сразу попадает много мужчин. Вы понимаете, что критериев теперь нет. Главный критерий – чтобы он был просто мужчиной. И вы с ним начинаете общаться. Много. Вы скажете, я с одним-то мужчиной не могу познакомиться, пообщаться. А вы говорите, тут в 10 раз больше мужчин. То есть 20 раз, 30 раз. 50-100 мужчин надо иметь в своем кругу общения. То есть двигаться каким образом? Буквально. Буквально. Вы в магазин идете, выбираете там себе какой-то товар, смотрите там какую-то бытовую, допустим, технику. К вам подходит консультант, мужчина, парень. И задает вопрос, чем вам помочь? Все. Вот вам первый контакт. Безусловно, вы хотите, чтобы вам помогли. Сразу же. Вы задаете с ним вопросы. Вы начинаете с ним общаться. Включаете свое женское обаяние. То есть вы навыки в себе вырабатываете. И, безусловно, притягиваете себе мужское внимание. То есть вы постоянно, допустим, едете машину заправлять, да? Заехали на заправку. Там мужчина стоит, заправляет вам машину, там, работник сервиса, да? Вы можете с ним пообщаться? Безусловно, можете. Вылезли из машины, сказали пару приветственных слов, улыбнулись, что-то сказали про погоду там и тому подобное. Начинаете формировать вокруг себя вот такую мужскую среду. Далее что мы делаем? То есть наша задача стать целью для мужчины в мужской среде. Вот таким беленьким-беленьким пятнышком, маленьким-беленьким пятнышком, в этой темной, мужской, скажем так, среде, светлым пятном, да? Когда много мужчин начинают мотивироваться вами для общения с вами, да? И многие из них начинают видеть в вас какую-то свою цель. То есть вы можете помочь им реализовать какие-то их задачи. Понимаете? И таким образом у вас широкий круг общения получается. Много мужчин вы знаете. И, соответственно, среди этих мужчин постепенно вы выбираете качество разного мужчины. Вы их собираете в один образ, какой-то собирательный. И этот образ вы реализуете в каком-то таком представлении, какой мужчина вам необходим. Какого мужчину вы ожидаете, скажем так, да? От этого общения. И много мужчин происходит, и вы реально уже начинаете симпатизировать кому-то. Но в то же время такой мужчина, который вы себе такой собирательный образ представляете, он не появляется. Почему такой мужчина не появляется? Ответ на этот вопрос очень простой. Потому что цель, цель, не вот такая цель. Она цель, вот эта цель, вот эта цель. Она должна двигаться, двигаться. То есть, конечно, можно так сказать, в буквальном смысле двигаться, да? Бегом. Можно заниматься спортом, безусловно, бегать утром по пробежке, утром полезным. Но я говорю, цель движется. Это называется развитие. То есть ваше саморазвитие. Это движение цели. Когда вы начнете заниматься саморазвитием женственности своей, вы начнете двигаться. То есть цель начинает движение. Потому что, почему это необходимо? Потому что мужчины, которые вам необходим, он тоже движется. Он саморазвивается. У него происходит какой-то рост, понимаете? И в этот момент вот эти товарищи все, которые не двигаются мужчинами, которые вокруг вас находятся, они начнут отсеиваться. В момент начала движения цели, мужчины, не обладающие качествами движения, продвижения, роста, стремления к какой-нибудь инициативе и тому подобное, они начинают отсеиваться. И вы понимаете, что эти связи для вас непродуктивны. То есть ваше движение, то есть цель должна двигаться. Так только вы начнете двигаться, развиваться, количество мужчин, которым вы симпатизируете, резко уменьшится. Таким образом, что произойдет? Перед вами появится несколько мужчин, скажем, два мужчины, три мужчины, которые уже обладают теми качествами, тем образом, которые вы себе представляли. Понимаете? То есть вы скажете, что такое, что происходит? Вчера еще не было этих мужчин, они вот и не появились, они передо мной. Что с мной происходит? Да ничего, просто у вас сегодня юбка коровочее, чем вчера была. Нет, конечно, юбка здесь играет большую роль, но ваше движение, ваше саморазвитие и ваше постоянное поддержание связи и отношений со многими мужчинами сыграет важнейшую в этом роль. В том, чтобы мужчина увидел вас перед собой как смысл в своей жизни, скажем так. То есть вы помогаете ему достижению жизненных целей его. И в этот момент важно что еще понять? Что понять? Что женщина не является самоцелью для мужчины, понимаете? Для него является жизненная цель. И вот эту цель он видит через вас, видит, понимаете? Через вас. То есть во время вашего саморазвития, во время вашего движения, ваше общение с мужчинами, во время развития вашей жизненности у вас выработаются определенные качества. Вот эти качества, независимости, которые превратились в совершенно определенные навыки, совершенно определенные, они этими мужчинами будут видимы, когда он с вами очень близко начинает общаться, встречаться, скажем так. Таким образом, девчата, чтобы ответить на вопрос, как познакомиться с серьезным мужчиной, мы должны что сделать в первую очередь? Перевернуть вопрос цели, стать самой себе, я сама цель для мужчины. Чтобы стать целью для мужчины, мы попадаем в мужскую среду. Но это мужская среда, не спортивный клуб, не стрелковый клуб, не мужской, да? Это мужская среда, которую вы сами формируете вокруг себя с помощью общения, коммуникации, социальной среды. Взаимопомощи, взаимовыручки, поддержки, мотивации мужчины. Показать ему, что вы ему мотивируете для достижения каких-то им целей, да? Такая среда вокруг вас образуется, и далее, далее, что вы делаете? Вы как цель начинаете движение, движение, то есть вы начинаете саморазвитие, саморазвитие своих, своей женственности, своей независимости. У вас появляются новые навыки. Благодаря этому движению количество мужчин в этой среде у вас уменьшится. И те мужчины, которые обладают качеством движения, такого же у вас качества движения, качества роста, они будут рядом с вами, понимаете? Рядом они с вами окажутся. Далее, эти мужчины, вы будете выбирать уже из этих мужчин. Какой мужчина вам подходит? На основе, критерием, критерием отбора, будут те навыки, тот инструмент, который вы сумели создать из себя. Муза, муза, да? Точный инструмент какой-то, или какой-то романтичный, вдохновенный инструмент. То есть мужчина будет мотивирован для отношений с вами, для знакомства с вами, потому что у него другого выбора уже нет. Вы находитесь прямо перед ним. Он достиг той задачи, которую перед собой поставили. Дорогие девчата, я так вам немного, может быть, многовато наговорил. Непонятно, может быть. Этот метод действительно будет работать, если вы будете применять его в своей жизни. И вы будете не разочарованы своим знакомствам. Удачи вам, успехов. Занимайтесь саморазвитием, девчата. Пока. С вами был я, Виталий Арофеев. Будьте здоровы, счастливы, любви вам, всех благ. Подписывайтесь на канал, лайкайте, пишите комментарии. Меня это мотивирует. Пока. Продолжение следует...